дорогие друзья добрый день сегодня буду пересаживать детки стрептокарпусов и решила записать видео покажу вам немножко весь этот рабочий процесс а также расскажу о том как я ухаживаю за своими стрессами потому что было несколько вопросов касающихся ухода особенно вот в зимнее время да и я надеюсь что в этом видео вы найдете как раз ответы на свои вопросы значит смотрите первое да почему зимой не цветут стрептокарпусы они не цветут потому что стрептокарпусы любят хорошее освещение и для того чтобы они хорошо цели их надо хорошо досвечивать стрептокарпусы очень отзывчивы на подкормки то есть это прожорливые растения до их нужно постоянно пичкать удобрениями чтобы у них росла листовая масса а чем больше листовой массы тем больше цветов да все в общем-то очень очень просто если же вы выращиваете стрептокарпусы также как и я на подоконнике то особо радовать с цветением в зимнее время стрептокарпусы не будут подкармливать их в это время тоже смысла нет потому что света мало да и усваивать удобрения которые мы им мы им даем они не будут эти удобрения будут накапливаться в грунте и к весне вместо того чтобы растение тронулась в рост с добавкой светового дня да она будет в общем-то отравляться теми веществами как бы в кавычках полезными до которые мы мы их пичкали вот в то время когда было мало света в общем то это обязательно нужно понимать зима подоконник значит мы стрептокарпусы не удобряем мы просто их поливаем могут ли они цвести на подоконнике но в принципе могут вот ds рыжик он у меня на подоконнике цветет слабенько так но цветет вот еще один такой вот более-менее цветущий претендент на подоконнике ds 1449 было здесь три цветоноса два цели один еще цветет но опять же они вот сейчас у меня цветут только потому что детки я выращивала на стеллаже то есть под освещением а стрептокарпусы они уже вот в таком деточном возрасте бутоны уже у них появляются да то есть они у них уже идет закладка бутонов и потом переставляя на подоконник даже при малом освещении все-таки стрептокарпус цвести будет он будет свести мало он будет быстро отцветать но какие-то цветочки какими-то там скупыми до цветочками он все-таки вас порадует вот так вот размножать стрептокарпусы в принципе можно в любое время года но не на подоконнике вот допустим смотрите я украине ла лист дэм шармэль это у меня сорт 18 10 22 года в середине октября два месяца сейчас у нас 21 сегодня декабря и вот я имею уже вот таких вот деток но размножать для размножения стрептокарпусов нужно обязательно брать хорошие листы чтобы быстро лист укоренился и чтобы быстро лист дал деток обязательно берем хороший лист вот я срезала часть листовой пластины молодой для укоренения если лист будет желтый старый там какой-то я не знаю то он будет долго укореняться и деток он будет давать тоже очень очень долго это вот у фиалок можно укоренить лист лист какой-нибудь там с нижнего ряда у стрептокарпусов же лучше этого не делать то что идет обрезка до листовой пластины для стрептокарпуса это не страшно у стрептокарпусов лист огромный вот это еще не предел размера листа вот поэтому если вы какой-то там кусочек отрежете от листика на цветение и на состоянии кустика это никакого вреда это не принесет часто бывает вот вот так скручивается у стрептокарпусов листья вот и кончики начинают немножко как бы подсыхать такой некроз появляется значит такая проблема бывает если вы заливаете засушиваете стрептокарпуса и также может быть такое смотрите допустим вот у меня у этого стрептокарпуса лист прям длинные я его на подоконник ставлю он меня там болтается то есть нет места куда расти и естественно он поэтому вот так вот закручивается закручивается там зацепили ну то есть какие-то механические до повреждения возникают и листа начинает края кончиков подсыхать тоже для эстетичного вида просто берешь подрезаешь вот и все но под подрезаешь только если вы уверены что у вас подсыхает кончики листочков именно вот от механических повреждений если же вы о подсыхание идет от залива в засушек тогда обязательно стрептокарпус нужно доставать смотреть его корневую систему вот и делать пересадку потому что в случаях некроза листьев именно вот с нарушением агротехники да там вот это вот обрезка не поможет но обрежете вы лист корни там уже подгнившие вот и все равно вот этот некроз будет распространяться дальше так что еще что еще по поводу стрептокарпусов но вот ювенильные до листьев уфи у стрептокарпусов также как и у фиалок есть ювенильные листочки вот детка и вот у этой детки ювенильные листочек вот он тоже такой вот весь покоцанный коричневый но это только потому что этот лист его нужно удалять то есть по сути он уже вот у этой детки никакой роли не играет просто бесстрашно делаем слом листа бывает так что тяжеловато это сделать поэтому я беру свой инструмент я этот инструмент всегда дезинфицирую вот поэтому ранки которые получаются да я не присыпаю ничем вот дезинфекция спиртом то есть я срезала и там все равно подсушивается это ранка вот этот выбрасывается вот это а детка вот в таком вот виде пересаживается перевальку методом перевалки вот уже вот такие корешки вот они и вот в таком возрасте уже нужно сделать перевалку в больший размер стаканчика вот так же кустики стрептокарпуса вот хорошие кустики даже должны расти последовательно вот он ювенильный лист вот лист вот этот лист который появился после ювенильного да вот он самый длинный затем идет третий лист то есть вот такая вот последовательность должна быть один лист больше другой чуть меньше третий вот так вот вот это правильный рост стрептокарпуса вот у меня две детки с правильным ростом вот эта детка немножко неправильно растет видите у нее первый лист вот этот он прям очень отличается вот от вот этого листочка вот такие детки тоже вырастают ничего в этом страшного нет со временем вот этот листик после пересадки обычно он начинает расти развиваться а здесь потом чтобы не было вот этого дисбаланса можно также срезать листовой пластину либо выбросить либо укоренить но вообще вот по-хорошему вот такой рост должен быть и вот такие кустики получаются компактные вот так что еще что еще что еще что еще ну про грунта да вот я сейчас буду делать уже перевалку и расскажу вам про грунт который лучше всего использовать для стрептокарпуса я бы советовала научиться выращивать ну вообще в шуфиалки что бегонии что стрептокарпусы в чистом торфе без добавления каких-либо разрыхлителей вот потому что в чистом торфе корешки они очень сильные они примут не тонкие они такие вот толстенькие вот здесь у меня есть немножко пенопластовых шариков но все равно их там мало этих пенопластовых шариков и корни прям хорошенькие а вот в чистом торфе такие же детки вот смотрите какие корешки толстенькие а сперли там тонкие корни вот и вот эти тонкие корни если вдруг вы пересушить и по какой-то причине растения тонкие корни отмирают быстрее чем вот эти толстенькие вот и поэтому поэтому будут проблемы с корневой системой и как следствие будет плохо расти стрептокарпус потому что ему все время придется наращивать вот эти корни которые отмирали так поэтому торф все-таки торф профитиль да вот полив растут и на фитиль я стрептокарпуса растут ничего не хочу сказать но в морокке больше вот именно на фитиле потому что стрептокарпус и это не фиалки у них нет стволика и если вы будете выращивать на фитиле да еще и на подоконнике без дополнительной подсветки в общем то вот эта молодая часть розеток она может все время замокать у меня вот кстати вот этот кустик растет на фитиле но здесь я периодически просушку делаю то есть тот час вот водичка у меня здесь уже почти закончилась и я дни дня на три четыре которые пять вообще не доливаю фитильную емкость воды вот и вроде бы как бы все в порядке а так может быть и ржавчина переувлажнения появляться лучше всего все таки именно от стрептокарпус и выращивать на верхнем поливе вот так объем горшочки ну смотрите вот эти детки да у меня росли в 50 граммовом стаканчике сейчас я буду делать пересадку 100 граммовый стаканчик вот со 100 граммового стаканчика уже у пойдет пересадка в девяточку горшок девятка размножаются стрептокарпусы дольше чем фиалки вот зацветают раньше чем фиалки то есть мне кажется вот самое главное дождаться пока там вот появятся детки до отделить эти детки от фрагмента листа потому что укореняется чаще всего все-таки у стрептокарпуса именно фрагмента листа а дальше уже стрепс закладывает бутоны и начинает зацветать как видите я вам показывала да у меня даже в 50 граммовом стаканчики стрептокарпус уже готов цвести вот так вот все грунт я не уплотняю грунт у меня влажный поэтому поливать я после перевалки не буду вот ювенильные листочки удаляю все сразу они мне не нужны кстати ювенильные листики можно даже укоренять они укоренятся и деток они тоже дадут я раньше укореняла очень часто именно ювенильные листики в целях сохранения сорта потому что года три наверное четыре даже я со стрептокарпусами пыталась подружиться я к ним приспосабливалась вот и часто они у меня очень пропадали это они у меня сейчас очень редко пропадают вот тогда очень часто пропадали особенно детки и я вот постоянно спасала сорта да только тем что укореняла какие-то там ювенильные листья у меня всегда в запасе были укорененные листья и всегда были в запасе деток где-то к прям кучу целую выращивала потому что там из десяти деток у меня выживала там 2 максимум три а то час часто бывало что и одна стрептокарпусы очень любят пересадку они плохо переносят когда корневая система забивается что значит забивается превращается как бы в мочалку да когда там ком такой корней который не разберешь вот корни не дышат они сбитые все в комок доступ кислорода воздуха слаб и в общем то чуть-чуть где-то перелили чуть-чуть где-то пересушили потом эти корни просто перестают работать и стриптокарпус пропадает поэтому частые пересадки стриптокарпусом очень полезны вот не стоит дожидаться пока там стаканчики будет плотно-плотно забита корневая система увидели что корешки и делайте перевалочку добавляйте объем горшочка постепенно вот и все-таки больше девятки для кустиков таких средних размеров размер горшочка не стоит подбирать так вот и все вся перевалочка да вот такие хорошенькие кустики у меня будут значит сейчас я еще укореню фрагменты листика значит смотрите у меня что тут есть вот я фрагмент листа снимала и вот здесь вот я уже давно сняла этот фрагмент листа все у меня не было времени укоренить его и я смотрю что здесь уже есть и корешки и есть детки как бы для меня это вот такой первый опыт потому что я всегда укореняла лист сразу в грунте вот и в грунте уже у меня фрагмент укоренялся и давал деток а чтобы вот сажать уже с корнями у меня как бы такого опыта не было значит здесь где нет корней я срез обновляю у листика просто сламываю я не обрезаю ничем никакими ножами я это делаю все руками так сейчас возьму стаканчик такой же 100 граммовый стаканчик также грунта добавляю делаю вот так вот под листик и вставляю туда фрагмент разворачиваю его потому что он у меня так бы немножечко под скрутился вот и не плотно прижимаю грунт лишь бы просто этот фрагмент и держался в стаканчике обычно вот тут за листиком я добавляю грунта немножко побольше вот потому что детки как правило появляются все-таки вот здесь вот все и дальше в тепличку и обязательно под освещение этот фрагмента листика так что же делать вот с этим листиком который уже мне тут и дал и корни и там я уже даже детки вижу значит попробую его укоренить уже вместе с этими детками вот и я так понимаю что мне его не нужно сильно заглублять немножко чтобы лишь бы он держался эти вот корешки прикрою вот и надеюсь что эти детки которые там уже зачатки появились они тронутся в рост под освещением сейчас под хорошим кончик листика вот этого я тоже сейчас сломлю вот видите я сюда вот сзади тоже добавила грунта чтобы держалась держался листик чтобы он не падал стаканчики так и все собственно говоря и все вот весь процесс укоренения первый мой опыт интересно что с этого получится так вот этот кончик я сломлю чтобы взять пакет у меня поместился этот листик кончик этот выброс важное самое важное что я забыла сказать вот укореняем листики стрептокарпуса смотрим направлении вот этих вот жилок должно быть вверх не вниз наоборот а вверх сейчас я вам покажу как правильно укоренить лист потому что это очень очень важно вот смотрите фрагменты листа на вот я делаю слом так это не аккуратно вот такой вот слом и смотрю лист если я укореню лист вот так сюда вниз в грунт это будет неправильно нужно обязательно укоренять вот так вверх жилки вверх вот еще я всегда укореняю ли листочки именно вот так как я вам показала а существует еще тостерный метод размножения листиков это когда берется большой фрагмент листа значит вырезается вот эта центральная жилка вырезается и вот эти части тоже в грунт и укореняются тоже смотрим чтобы правильно посадить нужно именно вот эту часть в грунт они вот эту высаживать значит чем этот способ хорош можно много деток получить от одного фрагмента но я не люблю этот способ потому что размножая то странным способом методом деток получается много но они все слабые вот их потом долго высаживать для меня лучше укоренить один фрагмент получить там я не знаю две-три детки но эти детки будут хорошие вот как в этом случае видите и такие детки они более жизнеспособны и они быстрее растут растут и быстрее конечно же зацветают вот такое сегодня у меня для вас видео кому было полезно обязательно ставьте лайки у кого есть еще какие-то вопросы задавайте их в комментариях на этом хочу пожелать вам мира добра благополучия как всегда до всем пока пока